Приветствую всех на своем канале, меня зовут Дима и сегодня я приготовил для вас новую серию с приключениями сталкера по прозвищу Туман. В прошлом выпуске наш герой вместе со своей группой вернулись в Припять, чтобы продолжить расследовать тайны зоны. Они наткнулись на странную записку, где упоминалось неизвестное оружие под названием Гаусс Пушка. Сегодня они попробуют узнать, что это такое, а также Туман получит интересное письмо от старого знакомого. Давайте скорее смотреть. Доставка посылок, поиск и сдача артефактов науки. Все это конечно хорошо, но надо потихоньку продвигаться по глобальным делам. Ах, где же ты, снаб? Как бы пригодилась сейчас твоя помощь. Ладно, надо добраться до Сидора, закупиться патронами и поинтересоваться насчет Гаусс Пушки. Торговец давно в зоне, все слухи и информация через него проходят. Приветствую! Приветствую, смотри! Приветствую, приветствую, Туман! Да ничего, потихонечку. Зону к общим. Выжить пытаемся как-нибудь. Че слышно? Жарко бьет. Да, здесь, кстати, жарко. Рядышком. Че слышно? Че интересного? Да ничего, в морге вам мутантов исследуют. Поймали? Поймали, да, двоих уже притащили. Бюреров. Бюреры? Да. Хрена себе. Абай, а морда такая прям. Жирует наука. Чем зона фауны? Какой богатый. Кровососов видел? Вот бюреры говорите. Кто еще есть? Кровососов? Да хрен его знает. Ну ладно, парни, побежим. Счастливо вам. Хорошей зоны. Так, к Сидоровичу за патронами. 150. Че это? Эй, эй, военные сталкеры. Эй, погнали. Да, непонятно, что у этих военных на уме. Проверять вообще не хочется. Здесь, недалеко от центра, остается только гадать, какие у них задачи и приказы. Могут мимо пройти, а могут и пристрелить. Лучше не испытывать судьбу. Ладно, хоть все целы остались. Сталкеров ноги спасают. Кто бы мог подумать, что около Сидора находится лагерь военнослужащих. Этот вроде адекватный, не так давно уже пересекались. Попросил по кирпичу захватить. Для костра, наверное. Че о новой зоне можете рассказать? Три кровососа. Три кровососа. У вас как тут спокойно? Ну как? Так себе, да? Служба идет, твяло. Но иногда случается, интересно. Чистое небо. Вроде как мир нашел. Поначалу аптечкой махал. Раз меня ранил. Благо сталкер от меня привязал. Потом это извлечил. Он потом взял и убежал. Вряд ли среди чистонебовцев завелась крыса. Скорее всего, просто кто-то переоделся под Чиен, грабит и убивает всех подряд. Я думал, ренегаты это уже пережиток прошлого. Таких сволочей нигде не любили. Ясно, а так, в остальном тихо. Ну, стараемся всех обходить. Все лютуют. По артефактам че? Крипите, говорят, их больше чем. Там. Спылесосили, наверное, уже. Слухи чего-то. Спылесосили, наверное, уже. Ну, готовые сталкеры, чтобы искать. Ах ты, иди, что пришли. Думаете, здесь лучше, чем на кордоне? Или вообще, наверное, уже идут? Какой ветер у вас занес? Ну, я, увидев, что тут творится, заинтересовался, так сказать, кто за этим стоит и вообще, что за исполнитель жила. Да, как-то уже и пришел, и уже и назад сворачивать не хочется. Как бы, раз начал, раз все равно себе смертный приговор подписал, то, чего до конца-то не пойти. Зону просто так не отпустит. Да, кто есть, кто есть. Нет интересных слухи насчет исполнителя желаний. Причем они так упорно и активно поддерживаются. Вы, правда, верите в этот ряд? Правда, это ведь нет. Вот я бы хотел проверить, что с этим делать, мне вообще все равно. Пусть другие разбираются, а вот разобраться, что это такое, не мешало бы. А вы, кстати, это, не ожидали, что Сидорович аж сюда придет, в саму Припять? Ну, вполне ожидали. Честно говоря. У него жадность. Да, честно говоря. Жадность, да. Он наварню свою не упустит. Да. 100 тысяч еврей. Я, единственное, удивился, как он не вперед сталкеров убежал. Заспрашивал его, не страшно ли тебе палатки после бункера? Говорит, нет. Деньги. Важнее, как говорится. Какой там, у него, наверное, самый кровосос в ипотеке на 25 лет. Кстати, есть такое место, 5-е корпус здания, не знаю, под какой улицей, что такое. Смысл в том, что там два бюргера живут, остерегайтесь этого места. Спасибо, хорошая информация. Да, благодарю. Ценная, жизнь спасет. А вот тот, который, как вы не скажете, маски, он был там, нет? Он там не был. Нет. Значит, маскируется под кого-то, тварь. Да. Мы когда заходили на базу, блин, не видели. Но базе где-то были полчаса. Какие только сюрпризы не выдает зона, а? Ты знаешь, вроде вот по-человечески пытаешься, блин, по-нормальному. И тут раз, она удар наносит в ответ, блядь. Тварина. Таких никто не любит. Везде, везде должна быть граница, грань. То же самое, вот мы для вас преступные элементы, но все равно же у вас своя, так сказать, свои кредо есть. Но у нас работа такая, понимаешь? Ну, не просто такая. Ну, да. Отделать нечего у вас. А это какие-то вообще беспредельщики. Не знаю, если вся зараза зона прорвется. На большую землю. На большую землю, это же вообще-то она будет. Ну, нахер вам это надо, пацаны. Нет вы один, прям, прете и прете. Прете и прете. Как медом налазано. Но зато общими силами выжигатель отключили. Сюда пробрались. Не знаю, хорошо это или плохо. Но есть как есть. Пацаны покажут. В какой-то мере вам помогаем. Мутантов тоже мочим. Да. На себя принимаем их. Хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Нет. Это хорошо, что не везде гнили. По началу, когда сюда приехал, казалось, все вокруг урода. Вообще все. А потом сюда пришел. Оказывается, даже в таком темном месте. И светлая сторона. Конечно. Военных понять можно. Приказ есть приказ. Некоторые, конечно, сюда просто за меркантильными целями отправляются. Но есть и добросовестные люди, как Хасбро. У всех просто свой взгляд на мир. Своя призма. К сожалению, Сидор особо не в курсе, что это за записи. Все, что ему известно по поводу гаусс-пушки, таким оружием раньше пользовались фанатики. Ну ладно, хотя бы зацепка появилась. Цены на патроны нынче дорогие. Один патрон на пистолет 150 рубликов. Но жизнь дороже бумаги. Отдал документы. Оказались не нужны. Давай тогда нам. Ну за деньги или как? Пару бентор. Не, ну сначала посмотри. Может не надо тебе такое. Про гауссган какой-то говорится. Нужны. Хорошо. Благодарю. Ну раз им нужна эта запись, то пусть забирают. Все равно особо ценной инфы там нету. Это лишь часть дневника. Какие-то гнилые. Гуси несет. Какая прелесть. Гнилые ребята. Чистое небо косят. Так, слышу уже второй раз. Это 100% ренегата, ребятушки. То есть я не смогла. Задача взять, нет, ранить, взять в плен. А. Привезти на бабу. Ну, если повезет. Мертвым, надеюсь. Живым, конечно. Живым. Его нужно расшевелить по дороге, вопросов не задавать. Так же с кольцом договорились по поводу артефакта Мамины Бусы. Чистое небо давно ищет данный арт для исследований. А нам как раз повезло на него наткнуться. Пойдем на базу сдавать. Мы вам рады. Проходите, располагайте. Все. У-у-у. Это же шикарная вещь. И ты ее так... Мы ее специально... Стена сразу упадет. Специально для вас. В 20 раз. Пойдем. Да-да-да. Только что кольцом встретил. Пока-пока. Вы ему показали? Конечно. Обрадовался. Он сказал это... Ну, я. Много, да. Вот после этого движения... Нормально. Часть потеряет он уже сумму. Ха. Горыныч в своем репертуаре. Вместо 8 тысяч дал 6 за бусы. Ладно, не страшно. Главное, помогли. О, еще работа в виде доставки посылки азоту в прачечную. Давно туда хотели наведаться. Я уже не первый раз слышал эти радиопереговоры. Походу, какая-то исследовательская группа общаются на открытой чистоте. Речь идет о неком заводе, который находится западнее армейских складов. Странно. Я слышал, все тропки туда закрыты аномальными полями. Наверное, после глобального выброса открылись некоторые пути. В документах только идет речь о неких разработках завода ТАПА на основе кирпиджатых неконтролируемых источников энергии. Идут прямые отсылки к разработкам под шифрами изделия 62, а в году изделия 27. Не знаю, известно ли вам что-то об этих разработках. Больше никакой информации по изучению документов я не обнаружил. Азот хочет определить, откуда ученый выходил на связь, потому что каждый раз помехи были примерно одинаковые. Вероятно, это было одно и то же место, убежище, схрон. В общем, радиопередача предположительно велась с моста смерти. Нужно обшарить тот район на предмет наличия следов пребывания человека, тайников и тому подобного. Мост смерти, или же мост через реку Припять, пока что единственный способ попасть в город со стороны радара. Это место хорошо охранялось бойцами Монолита, и во время прорыва здесь полегло много людей. Оттуда и название. Да уж, интересно, где здесь вообще можно спрятаться, чтобы еще и переговоры вести? Что тут? Давай, ползи сюда. Сейчас. Что-то монолитское. Опа. Короче, кодовый замок. Даже два замка. Вот и документация вместе с непонятным ящиком. Документацию надо показать чисто небовцам. Да и самим ознакомиться не помешает. Мы с Дюраселлом и Фобосом до ЧН. Тут недалеко. А Артем с Магистром до ученых. Вдруг располагают информации по поводу экспедиции и завода. В документах изображены чертежи, схемы и описание изделия 62, носящего название Гаусс Пушка. Она сконструирована по принципу разгона снаряда при помощи электромагнитной индукции. Сборка производилась как раз на заводах ТАПАС и ЮПИТЕР, но еще до второй катастрофы на ЧАЭС. К производству вернулись лишь спустя несколько лет, когда был найден подходящий источник энергии в виде раздробленных фрагментов электростатических артефактов. В документах также указывались просто поражающие ТТХ винтовки. Высокая точность, большая пробивная способность. Понятно, почему монолитовцы хотят снова обзавестись этим оружием. Стой, кто идет! В ружье! Вы что вы сейчас стали? Ножи! Упал? Подожди. Подожди. Есть, 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 все, упал. Съед, съед, съед. Документацию отдали Азоту на изучение. Какой-то сталкер мне передал, что у бармена для меня имеется записка, якобы от старого знакомого. Интересно будет почитать. Черт, это же от Снапа. Я знал, что с ним все в порядке. Он из любой передряги выберется. Так, ампулы, проект H. Все это связано с пси-установками и монолитом. В записке указывается на два схрона недалеко от Прометея. Там будет дополнительная информация и сами ампулы, которые Снапу удалось найти. Короче, вот это место. Администрация к Монике. Рядом с ним ставни. Я понял, где это. Короче, у бармена эта информация уже есть. Пока в кушке. Он говорит, ее можно толкнуть с ултаном. Давай, мы что? Мы что нанесем? Раскерим, давай. Так, смотри. Фобос. Тема есть. Вот это здание, видишь? УБ. Тут тайничок. Потом. В одном из зданий рядом с Прометеей двухэтажных. На втором этаже тоже какая-то нычка. Скорее всего, Прометеей это вот этот? Да. УБ. УБ. Это уборная. Вот есть поэт, послушайте. Еще какой-то код был на моем письме. 1835. Ну, так, на всякий случай говорю. Чтобы все знали. Где еще двое наших? Идут? Сюда? Да. Значит, сейчас выдвигаемся в сторону первого схрона, находящегося напротив Прометея. А потом проверим второй этаж администрации. Опасно, конечно, идти сейчас. Монстры активизировались. Но нельзя, чтобы тайники нашел кто-то другой. Кто здесь? Вольники. Кто такие? Вольники. Сколько вас? Пятеро. А? Пять. Что здесь делаете? Мы транзитом. Свежим воздухом дышим. Никого здесь не видели? Прометея идет большая группа. Можно не светить, пожалуйста? Вот это кто? Блять! Пипец. Не знаю, кто это был, но они начали палить. Благо, успели убежать. Лучше немного переждать в одном из зданий. Заодно осмотримся. Благо, успели убить. Благо, успели убить. Благо, убери. Ебать, слушайте, полетельное. Благо, полетельное. Благо, успел. Благо, успел. Благо, успел. С первой схрон нашли. Там была записка. Остается посмотреть, что находится в администрации. Ваш персональный код доступа в аппаратный блок профессора Григорьева 2457. После ввода кода сдвиньте кнопку фиксатора на нижней части замка. Пока не залегаем ничего. Напоминаю вам, переносить ампулы веществ в проекта АШИ. Необходимо строго по одной штуке в одном защитном контейнере ПКС. Это необходимая мера для стабильного состояния компонента. Еще там есть что-либо? 100 бойцов Монолита доставила партию 19 в хранилище под мостом. Профессор Григорьев скоро синтезирует еще несколько партий. С нетерпением ожидаем вас в лаборатории. Ампул дай. У тебя свободный? Внимание! Загрузка аудиофайла 0.26. Здравствуйте, коллега. Погодите, давайте документы, которые мы нашли, посмотрим. Тут ампулки еще. Хера себе! Так. Приятные банды пришли, нахрен. Что? Круппа бойцов Монолита доставила партию 19 в хранилище под мостом. В следующей записке упоминается аппаратный центр в Пармитеи. И как раз вот этот дом, где мы находимся. Что ж, все зацепки ведут нас на базу Монолита. Как оказалось, гаусс-пушка – это оружие неизвестного происхождения, которым раньше пользовалась группировка Монолит. Сейчас, похоже, они собираются снова обзавестись подобным оружием, собирая детали для изготовления. Друзья, надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Обязательно оценивайте его лайком и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новую серию. А также смотрите другие увлекательные выпуски. Субтитры создавал DimaTorzok